После окончания войны я приезжаю в Агдам в третий раз. И каждый раз у меня болит сердце, потому что в городе нет ни одного целого здания. Об этом, выступая перед мечетью Джума в Агдамском районе, сказал президент Азербайджана Эльхам Алиев. Глава государства отметил, что мечеть Джума не только полуразрушена, повреждена ее крыша. Эта мечеть была осквернена армянами, здесь содержались коровы, свиньи. Они оскорбили не только азербайджанский народ, но и весь мусульманский мир. Здесь нет ни одного целого здания, кроме этой полуразрушенной мечети, сказал Эльхам Алиев. Президент еще раз напомнил, что в годы оккупации все здания Агдама были разрушены армянами. Это беспрецедентное варварство, вандализм, зверство. Это показатель уродливого качества армянского фашизма. Весь мир должен это видеть. Мы и впредь будем приглашать сюда иностранных граждан, чтобы показать армянские злодеяния, заявил глава государства. Я призываю азербайджанских бизнесменов приехать в Агдама и инвестировать как в этот район, так и в другие освобожденные территории Азербайджана. Глава государства подчеркнул, что в стране созданы прекрасные условия для бизнеса и предпринимателей. Государство поддерживает предпринимателей и оказывает им морально-политическую поддержку, а также предоставляет льготные кредиты. Безусловно, реализация инфраструктурных проектов в регионах создает прекрасные возможности и для предпринимательства. Поэтому азербайджанские бизнесмены должны приехать на освобожденные территории и построить здесь предприятия, создать рабочие места. Только таким образом мы сможем в скором времени возродить эти земли. Конечно же, между Арменией и Азербайджаном должно быть заключено мирное соглашение. Это соглашение должно быть подписано на основе международных норм права и принципов с условием взаимного признания территориальной целостности стран. Но азербайджанский народ никогда не должен забывать об этой жестокости. Никто не должен забывать. Ильхам Алиев также выразил уверенность, что работа, которую сейчас проводит Азербайджан, в том числе и в области военного строительства, еще больше усилит Азербайджан и станет ответом реваншистским силам, поднявшимся в Армении. Мы на своей земле. Мы вернулись на эту землю, проливая кровь, обретя шахидов. Мы твердо стоим на этих землях и будем жить здесь. Карабах, это Азербайджан, сказал глава государства. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.